Здравствуйте, дорогие друзья! Ура! Ура! Здравствуйте, дорогие друзья! Я напоминаю, что у нас есть очень обширный видеоролик по зеленым питонам. Ссылочка на него будет в описании. Обязательно его посмотрите. На этом видеоролике я бы хотела продемонстрировать данных зеленых питонов. Они по-своему уникальны. Коллега нам предоставила такую возможность показать его малышей. Сейчас в руках вы видите довольно-таки уже взрослую самку. В чем у нее уникальность? Самке уже 2 года. Видно по размерам, по сравнению с малышами. Им, наверное, где-то около... Даже не знаю, не буду предполагать, сколько им. Это зависит очень много от питания. Насколько быстро они стартанули. У зеленых питонов действительно есть такая проблемка, что они долго не начинают есть сами. Именно это одна из причин, почему они не подходят новичкам. Змея не самая простая в содержании. Очень капризная. Данной самочке 2 года. Это локалитет Биак. Биак считается одним из самых таких желтых локалитетов. То есть в норме малыши рождаются вот такого окраса, либо красные. И дальше они начинают перецветать в зеленый. Собственно, именно поэтому и называется зеленый питон. Все малыши перецветают во взрослом состоянии в зеленый окрас с менее или более количеством желтого. Бывают разные локалитеты, в которых присутствует голубой оттенок, либо белые хлопья, как у локалитета АР. Вот такая замечательная дамочка. Локалитета Биак, по идее, должна быть зелено-желтая. Но у нее присутствует в основном как вы видите, желтый окрас. В этом и заключается ее уникальность и ценность. То, что девочка уже довольно-таки взрослая. Перецветать, конечно, она может еще чуть-чуть будет, но уже не сильно. То есть это ее практически взрослый окрас. Она ярко-лимонно-желтая и с малым количеством зеленых пятен. Это очень-очень круто. Она будет очень-очень красивая и дальше. А вот этих малышей еще стоит посмотреть, во что они перецветут, какими они станут. Я, если честно, не уточнила, какого они локалитета, но, насколько я помню, там тоже какие-то чистые линии. Ну, что стоит сказать о характере зеленых питонов? Ну, как бы они не самые тискабельные змеи. Малыши агрессивные. Взрослые в большинстве случаев тоже агрессивные. Хотя я сталкивалась с такими взрослыми, которых можно прям даже подержать на руках. Я бы не сказала, что они были от этого в восторге, но они не кусались. Посмотрите, какой сейчас она распрямится, какой у них замечательный хвостик. У многих зеленых питонов черный кончик хвоста. Вот вам сейчас будет его видно. Вот смотрите какой. То есть, несмотря на свой такой яркий светлый окрас, кажется, зеленый, желтый, кончик черный. Конечно, уникально матушка природы у нас. В этом плане. Кстати говоря, зеленые питоны, они имеют определенный секрет. Такую пахучую жидкость. Не знаю, конечно, кого они там так отпугивают, но кого-то явно отпугивают. Людей точно отпугивают так. Вот такая красотка вообще просто нереальная. Лично мне эти змеи очень нравятся. Я думаю, они многие коллекции могут украсить. Ну, соответственно, кто специализируется на них. Змея исключительно древесная. Как вы видите, вот она все время сидит наверху. Собственно, вот и малыши в террариуме сидели. Стоило им поставить вот такую маленькую лесенку, они сразу ее обвили. Я думаю, вы много фотографий видели. Именно вот в таком положении зеленые питоны все время и находятся. То есть, опять же, на любителя довольно-таки неподвижная, скучненькая змея. Но в этом, наверное, есть ее прелесть. Потому что, конечно... По-моему, есть такая даже картинка один день зеленого питона, где с разных ракурсов ее фотографируют, и ничего не меняется. Вот да, вот, особенно вот этот прям классический... Вот этот питончик классическую позу продемонстрировал. А вот эта мадама, конечно, изучает меня, потому что она чувствует здесь какое-то тепло. Она скорее воспринимает меня как за вторую ветку, на которую можно переползти и, может быть, закрепиться поудобнее. Потому что, конечно, лесенка узенькая. И она бы, наверное, предпочла оплести мою руку. Но нет. Красивая девушка и красивые малыши. Если я вас все-таки не переубедила в том, что зеленого питона не стоит вам заводить, а я знаю, часто новички пишут мне с вопросами, где достать зеленого питона, хочу как первую змею и так далее, посмотрите, пожалуйста, вот этот видеоролик. Там более подробно все рассказано о них. Несколько раз подумайте еще раз. И только после этого заводите его. Но точно не в качестве первой змеи. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, пока мы живы. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие бы темы вы хотели увидеть у нас в видеороликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok